Итак, чтобы приступить ко второму сеансу, и даже неважно, второму или еще какому-то, вот у нас набрана была с грубой мощной фактурой картина и колется, если рукой прислоняемся, то колется, и под кистью тоже будет слишком ребристо, поэтому берем лезвие, простое человеческое лезвие, и чуть-чуть зачищаем. Зачищаем, становится очень приятная бархатистая поверхность. Мазочки немножко стесываются и становятся не такими рытвенными. Сильно не жмем для того, чтобы не добраться до холста. Хотя, если добрались, тоже не страшно, все это легко потом покрасить. Шкурим прежде всего в тех местах, где особо агрессивная фактура. ой, какое приятное становится. Вот действительно становится по-музейному выглядеть фактура. Вот такая агрессивная фактура все-таки редко встречается в музее. Это вот современная живопись с линцой художников, когда им просто некогда. Они гонят картины на продажку и поэтому не доводят работы до такого благородного состояния. Есть места, где еще фактура не просохла и как бы мнется под пальцем. Такую фактуру лучше пока не трогать. Тронуть только в тех местах, где, во-первых, сейчас будем работать, а во-вторых, где краска полностью просохла. Сначала написание работы прошло полтора недели. Это примерные ориентиры для вас, когда можно приступить к доделыванию или к рябанию. Не знаю, видно ли на камеру, как облагородилась поверхность, но уверяю вас, когда вы попробуете это действие, вы это обнаружите. Мазочки сейчас становятся как будто бы вплавленные друг в друга. Так я пройдусь по всей картине. Но сейчас, для того, чтобы вам показать ответственные куски, я пока пройдусь только в них. Лезвие можно вот так прогибать, чтобы у него действие было более мощным, но не сильно. Дерем для того, чтобы, во-первых, шок не повредить, а во-вторых, чтобы не было сильного сошкрябывания. Кусков краски. То есть, буквально поверхностное пошкуривание. Очень приятная стала атмосферка. Те, кто сейчас находится в беседке, видят, насколько эта штука изменила ситуацию к благородной. Характер укладки был грубый, такой импрессионистичный, как бы пиксельный, как бы дряблое письмо, неакадемичное, неакадемическое. В чем, собственно, во многом состоит импрессионизм. В этом трепете, в этих перышках мазочков. Для лучшей связки одного слоя с другим мы возьмем ретушный лак. И немножко протрем места, которые будем писать. Связка двух слоев, нового и предыдущего, станет значительно лучше и дольше сохранится неосыпаемость красочного слоя. Ну и плюс на вот этой подмокшести от лака будет несколько приятнее писать. Нужно умудриться сохранить не гладкое письмо в этом импрессионизме. То есть не уйти в гладкое письмо. Для этого, может быть, стоит, как вариант, сделать довольно крупные замесы. Вот если нам сейчас камера покажет. Сделать довольно крупные замесы на палитре, чтобы они уже не давали деликатно мазюкать. А чтобы это были густоватые слои, какими они были в первом сеансе. Вот прямо. Накидать этих замесов. И так, как будто мы и не отходили от работы, у нас уже есть все, что участвовало в письме. Все оттеночки уже есть. И нам остается только начать их укладывать. густенько, немножко рыхлой краской. То есть, во многих местах я проговаривал о том, чтобы маслом натирать работу. Но в данном случае масло даст слишком глянцевое письмо, гладкое письмо, которое нас не очень устраивает. То есть, больше рыхлости красочки, мазочности. От того, что на палитре очень много замесов, я практически не нуждаюсь в размешивании краски. К тому же, все набрано. крыхлости краской. Спасибо. На палитре розовые, охра, красный, кадмикрасный. Желтая. Если я встречаю какой-то оттенок, я несколько его преувеличиваю. Скажем, встретил розовый, преувеличил до очень розового. Встретил охристый, преувеличил до очень охристого. Таким образом наращивая игру цвета. Поскольку вокруг много зелени, то зеленые оттенки уместны. Особенно в теневых. Слишком тонкую кисть, несмотря на мелкую задачу, я старался не брать. Для того, чтобы некоторая грубость укладки сохранилась. Слишком тонкую кисть Единственная кисть Продолжение следует... 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 то назовем это такой живопись импрессионизмом, которая им все-таки больше является. И я думаю, многие согласятся, что это во многом благодаря стайкам мазочков, заритмованных в картине. Ну, скажем, реализм взял у импрессионизма вот этот внутренний свет, наполненность светом картины, лица, не картины, а лица. Ну и в других, конечно, местах, деревья они краснят часто, преувеличенно краснят. Но при этом реализм нуждается в выписке. Вот такая рука реализму недостаточно. А импрессионизм может еще два мазка положить и уже достаточно. То есть, тоже начнем с вами понимать идею импрессионистического письма и исполнения. Ну, чтобы не удивляться потом, что мы замусолили работу до невкусного, допустим, реализма, поскольку он нам, может быть, и не очень даже и доступен в силу нашей новоначальности. И не выгодали ничего, потому что не справились и не добились желаемого результата, который возможен, если мы ведем более приблизительную живопись. А импрессионизм как приблизительная живопись. Сейчас фиолетоватые, отдельно зеленоватые мазочки подпустил. И, опираясь на фактуры, наложенные в первый раз достаточно мощно, пусть они и подбриты чуть-чуть, появляется больше мерцание мазочков. Не знаю, видит ли эта камера, но я надеюсь, что вы немножко это можете зрить. Импрессионизм и хорош тем, что приблизительное письмо доступно многим. Если с настроением, с умом подойти, то получалось у прежних поколений импрессионистов и у современных будет получаться. И опыт показывает, что получается импрессионизм лучше, значительно лучше. У учеников, которые приходят, чем попытки реалистических картин. Опять же, напоминаю, что не стоит брать слишком тонкие кисти, и даже работая с тонким рисунком, чтобы сохранился приблизительный характер исполнения. Если сход с тонким рисунком, не будет идеальным, но будет картина с настроением, я думаю, что многие предпочтут такой исход картины, чем сходство вымоченное. пусть некоторый романтизм образа формируется в картине. смотрите, как не жесткие все проявления рисунка. У Моне и Ренуара часто губы сделаны буквально в две линии. Или сделана имитация того, что это сделано в две линии. courte laptops напоминать кисти, это конец, если вы отд 다양한 помещения принципу, как надо верить более, Продолжение следует... Ну вот я, например, обнаружил, что нос длинноват, а глазки завышены. Опускаю. Продолжение следует... 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 Чтоб не расправиться с грубоватостью письма. Хотя потом я все-таки возьму тоненькую кисть, очень деликатную. И немножко подсоблю себе. Продолжение следует. Для продолжения выписки. Продолжение следует. Продолжение следует. И нижняя фактура, которая была набрана, мощно помогает мерцать цвету. Продолжение следует. 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 Глядя на фотографию, вы можете увидеть внятное преувеличение цвета света. В этом месте, в этих местах. Субтитры делал DimaTorzok Преувеличенная нарядность цвета. В темность волос я кладу... Кладу краплак. Краплак и изумрудную зелень. Изумрудку, потому что вокруг очень много зелени и они... Эта зелень наполняет волосы своими рефлексами. Ну и коричневый может соприсутствовать. Субтитры делал DimaTorzok Понятно, что работа по уточнению достаточно кропотлива. Смотрите, вот дал преувеличенно холодный мазочек рефлексом. Многие из вас еще до сих пор, насколько я знаю, не сформулировали для себя, не выяснили для себя, что такое рефлексы. Когда произносишь эти непривычные слова, люди в некоторой растерянности находятся. То есть все-таки стоит смотреться в содержание слова рефлексы. На теоретическом уровне, для того, чтобы потом на практическом не чувствовать себя безграмотно. Продолжение следует... Голова это шар. И, соответственно, свет падает отсюда, высветляя верхнюю часть шара. Но поскольку носик торчит, и он тоже подвержен этому свету. Увлекшись повисованием, я и сам, видите, немножечко переборщил с вырисовкой. Сейчас я ее немножко постараюсь сбить. Образ должен только чуть-чуть узнаваться. Ну, в таких мелких по размеру личиках. И должен быть очень приятным на вид. Таким образом занимались этим импрессионисты. Многие вообще лицам не уделяли внимания. Я сейчас стараюсь вообще... То есть вообще немножко поукладывать мазочки, чтобы сбить нарисованность. Нежесткая линия зонта. Как бы тающая в пространстве окружающим. Взял не черный, а зеленоватый оттенок для ее набора. И вот она звучит несколько как металл. И при этом рыхлость письма поддерживает трепетность. Трепетность солнечного мира. Такое время. Все хорошо. Все хорошо. Продолжение следует... 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 большой пальчик обязательно обозначим потому что он там активное пятно со светиком со светиком на место его поставил передвигать а даже красивее стала даже меньшая прорисованность смотрите осталось красивее стал я прорисовывать фаланги и все эти пальчики и стало понятно что ни к чему потому что так рука мерцательных красиво а так будет ну вот это опять же то что отличает реализм импрессионизм можно играть только в пятна более различимые пятна и менее различимые и и и и и Продолжение следует... 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 Видите, рука едва читается, но вот этого едва достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Суховатый рыхлый мазочек. Все испещрено рефлексами. Суховатый рыхлый мазочек. Правда, этой сухостью можно несколько и пересушить картину. Но что делать с пересушенностью картины? Мы с вами узнаем уже в сеансах, которые я буду показывать. Третьих. Потому что и это еще не все. Сейчас сухое письмо идет. Некоторое наполнение рисунком. А будет у нас еще лисировочное письмо. Может по поводу этой картины, а может по поводу следующей. Но появятся еще уроки по лисировочной укладке. И вы там сможете уже некоторые вещи для себя выяснить. Итак, существует пересушенность картины, которая тоже не на пользу делу. Но сейчас мы занимаемся вырисовыванием, поэтому о пересушенности не очень думаем. И даже наоборот, рыхлим, как бы подсушивая рыхлым мазком свою картину. Так, и немножко порисуем ножки. Там довольно жесткие тени. Вы видите, наверное, на экране или видели. Но нам такие жесткие тени не нужны. Пусть оно все будет более мерцательно. Вот этот рыжий, он же и здесь, он же и здесь, преувеличенно рыжий. Дает эффект как бы внутреннего сияния. Поэтому будем удерживать этот эффект. Когда мы набирали, мы это все делали довольно грубо. И у нас получились красивые горячести красивые. И мы их сейчас побережем. Тени, смотрите, прям по ноге, по закруглению ноги движутся. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Между ногами вы видите некую геометрическую фигуру Когда мы работаем с конечностями, мы стараемся эти геометрические фигуры наблюдать особо Можно правильно направление ноги сделать и одной, и второй Но если между ними геометрическая фигура будет не соответствовать тому, что на натуре То вы можете получить несоответствие с тазом фигуры Поэтому если это место точно выполнить, то скорее всего все будет хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение ноги Складочка Плаке Коленочка имеет свою архитектуру И часто коленочки более красны Поэтому видите, я сейчас подкладываю красненькую, которая выражает косточку и как бы некоторую натертость коленки Они всегда чуть-чуть как бы натертут Продолжение ноги Продолжение следует... Доброго! Отбежье с моей архитектуру Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Часто импрессионизм как бы несколько неказист исполнительский Как будто ребенок рисовал Поэтому не бойтесь, если у вас какие-то несовершенства рисунка, но при этом звучит миленько Добавил субтитры сделал DimaTorzok Особенный импрессионизм Ренуара Немножко он был даже... Насмехались над ним, над его... Слабостью рисовальщика Ну вы знаете, что его слава выше остальных, несмотря на то, что многие другие импрессионисты Были по... Технически более... Мощны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рисуя ноги, вы видите, я рисую одновременно и... Одежду, которая повторяет или очерчивает рисунок ног Субтитры сделал DimaTorzok Несмотря на то, что здесь глухая темнота Вокруг ножичек Я эту глухую темноту использую, но не везде Для того, чтобы... Вот эта краснота дала эффект вот такого же света изнутри Ощущение света изнутри Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение платьицы под ногами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аппликация цветовых пятен в виде рефлексов Пальцы руки, пальцы ног обычно более других краснят Других мест тела Вот аж с такой силой можно наполнить краснотой Пальцы, несмотря на то, что на фотографии различимы Их очертания Но нам та степень Очерченности Не очень нужна Поэтому очерченность будет очень Малая Только намеками Очередной Свет Из-под теневой Который Выдвинул ногу И отодвинул тут И отодвинул Здесь, скажем Смотрите Свет из-под теневой Отчертил ногу И вытащил ее на передний план А здесь свет на одной ножке и на другой Срослись И в этом тоже есть резон Как бы живописности рисунка Укладка краски Производится по По цилиндру Ноги Мерцательный характер Зайчиков Это то, что Реализм Вынужден был бы Ускушнить Чтобы сделать Как бы Порядочно Ну а нам Импрессионистам Можно и непорядочно Суховатое письмо Вы видите Поскольку Была Укладка краски Изначально По цилиндру Эти Фактуры Краски По цилиндру Продолжают Свое бытие После Сухих Мазков Поверх Подписывается В Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Смягчаю очертания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот прямо этой краснотой краски я вытягиваю пальчики. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Щели между пальцами вы видите на фотоматериале чернят, но лучше чтобы они чуть-чуть краснили. ДимаTorzok 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 Краснинка пальцев снизу. Многие идею краснинки пальцев снизу многие из вас не учитывают, и в итоге пальцы не очень-то живые. Ну, как уже эту ручечку выписать? Я уже выпишу ее сам отдельно. Мне было важно показать общие идеи выписки. Поскольку линия касается тела, то ее тенистость несколько краснит. Ну, я надеюсь, что я что-то покажу. Полезное рассказал и сегодня. Так что, до следующих встреч.